This conference will now be recorded. Если у вас возникнут вопросы, связанные с сегодняшним вебинаром, вопросы по курсам Excel 4, 5 или практикум по программированию, то, пожалуйста, напишите мне на почту, которая указана на экране. Тема сегодняшнего вебинара как раз и связана с одной из тем курса Excel 4, модуль 5, создание пользовательской функции и примеры пользовательских функций. Предполагается, что у вас есть представление о том, что такое макросы, вы их видели, запускали, возможно, даже самостоятельно разрабатывали макросы или записывали их с помощью макро-рекордера. Если какой-то код покажется вам не совсем понятным, ничего страшного, слушатели, закончившие курсы Excel 4 и Excel 5, вполне готовы к решению разбираемых задач. Ну, а я полагаю, что лучший способ познакомиться с пользовательскими функциями ВБА – это практические задачи, для решения которых нам и потребуется написать свои функции. Итак, я сейчас перейду к файлу для практических упражнений. Давайте с вами поговорим просто про функции Excel. Это очень полезный инструментарий, он позволяет заменить сложные вычисления на заранее сохраненный расчет, называемый функциями. Вот пример, давайте сделаем немножко покрупнее, расчет ежемесячного платежа. У меня есть срок займа, есть сумма займа, есть срок, есть процентная ставка, и с помощью вот такой формулы я могу рассчитать ежемесячный платеж по кредиту. С другой стороны, я могу использовать встроенную функцию PLT, что существенно облегчает вычисления, так как больше нет необходимости держать в памяти формулу из ячейки C6, если понадобится использовать эту формулу, например, на другом листе или в другой книге. А, Наталья, напишите мне файл, пришлю, конечно, можно будет. В Excel встроено более 500 функций, все они находятся во вкладке формулы в библиотеке функций. В то же время вполне может возникнуть ситуация, что у вас имеется сложный расчет, для которого нет подходящей функции. Например, расчет квартала, расчет сезона, расчет курса доллара и прочие расчеты, для которых в Excel нет встроенных функций. И такой сценарий, возможно, повод, как раз, чтобы задуматься над тем, чтобы создать свою пользовательскую функцию. Я сейчас перейду на лист продажи. Вот мне представлены типовые сведения о продаже. Дата, город, регион, товар, ну и прочая соответствующая предметная область информация. При анализе данных я понимаю, что для дополнительной детализации мне понадобится номер квартала. Я пишу в ячейке M1, например, квартал. Ну, дальше можно с помощью самостоятельных рассуждений, кто-то пользуется многочисленными ресурсами в интернете, можно найти формулу для расчета номера квартала. В основе этой формулы лежит функция округл-вверх. Вот та функция округл-вверх. Мне нужен порядковый номер месяца из ячейки B2 разделить на 3, потому что у нас в квартале 3 месяца. И, соответственно, выполнить округление вверх, ноль знаков после запятых. Вот такая несложная формула, и я рассчитал номер квартала. Но если я регулярно рассчитываю номер квартала, мне периодически возникает необходимость в таком расчете, мне намного удобнее было написать равно квартал и указать дату, и сразу же получить результат. Чтобы не держать в голове, а трогал вверх, делить на 3, мне было бы удобно, если в Excel была функция квартал. Согласитесь, да? Было бы намного удобнее в этом случае выполнять тот же самый анализ данных. А бывает, что возникает необходимость записать номер квартала римскими цифрами. В этом случае используется одноименная функция римская, и мы, соответственно, получаем представление римскими цифрами. Ну, а бывает, что нам требуется добавить сокращенное название квартала. Квартал сокры. Например, равно ячейка N2, амперсант, и в кавычках давайте я запишу КВ. Опять же, видите, я выполняю достаточно много действий. Ну, а вполне, я считаю, было бы удобно нам работать, если была бы функция квартал, которая как раз бы позволяла узнавать номер квартала, записывать номер квартала римскими цифрами, или же добавлять какое-то сокращение. Вот на этом примере мы сейчас и посмотрим, как можно создавать пользовательские функции ВБА и использовать их в работе. Приступим. Для того, чтобы создать макрос, мне нужен редактор макроса. У меня на ленте активирована вкладка «Разработчик». Я нажимаю кнопку «Visual Basic» и оказываюсь в редакторе ВБА. Как раз здесь можно создавать свои макросы. И вот я сейчас создам макрос типа функции под названием «Квартал». Итак, ключевое слово «Function». Большими буквами, чтобы было похоже на функцию Excel, я пишу слово «Квартал». Как любой функции Excel, функции на ВБА нужны какие-то данные для выполнения вычислений. Конечно же, нам понадобится какое-то значение даты, для которого мы будем рассчитывать номер квартала. Итак, тип данных «Date». Итак, вот каркас моей функции. Ключевое слово «Function», говорящий о том, что сейчас будет функция названия функции и аргумент функции, для которой мы как раз и вычислим номер квартала. Для этого нам понадобится всего-навсего одна строчка кода. Итак, «Квартал». Мы с вами для этого используем встроенную функцию «Формат», которой очень не хватает в Excel. Итак, мы хотим представление для значения «Дата» указать в следующем виде. В кавычках нужно указать латинскую букву «Q», потому что по-английски «Quarter» – это «Квартал». В принципе, готово. У нас уже с вами есть своя функция, которая позволяет вычислить «Квартал». Итак, давайте встанем, например, сейчас в ячейку «М2». У нас с вами была такая достаточно тяжеловесная формула записана. И напишем на клавиатуре «Равно». Посмотрите, появилась функция «Квартал». В списке функций в этой рабочей книге появилась функция «Квартал». У нее один-единственный аргумент – это дата, для которой вычисляется номер квартала. Давайте выберем ячейку «Б2». Вот появился третий квартал. Уже хорошо, мы с вами выполнили вычисление. Но, правда, думаю, сейчас внимательные слушатели должны обратить внимание и спросить меня. Дмитрий, приветствую. Кстати, да, смотрю в списке слушателей. Есть тех, с кем мы встречались на уровнях 2-3. Так что рад, что вы решили посетить это мероприятие. А на что стоит обратить внимание, скажем так, любознательному слушателю? Мы знаем, да, что в Excel числовые значения выравниваются по правой границе ячейки, а текстовые по левой. И почему-то вдруг у нас с вами номер квартала выровнен по левой границе, как будто это какое-то текстовое значение. Но произошло это потому, что при расчете номера квартала мы использовали функцию «Формат», которая возвращает текстовый результат. Ну, это не проблема. Есть встроенная функция «Cint», похожая на функцию «Число», которая как раз и рассчитывает числовое представление своего аргумента. Нажимаем F2. Теперь у нас с вами в ячейке M2 хранится числовое значение. Вот такие совсем несложные действия, согласитесь, да? И у нас уже готова функция «Квартал». Что еще стоит добавить в функцию «Квартал»? Я думаю, в нее стоит добавить возможность представления результата в виде римских цифр. Функцию «An integer». Да, Артем, ну, отличное предложение, но смотрите, сейчас у меня та же самая функция будет возвращать римские цифры. Да, и в этом случае возникнет конфликт с предложенным вами типом «Integer». Поэтому сейчас у меня у функции «Квартал» не указан никакой тип, что говорит о том, что используется тип «Variant». Поэтому если мы хотим ограничиться только традиционными арабскими цифрами, то да, ваш вариант, конечно же, подходит объявить функцию «Какинтеджер». Но в том варианте, который рассматриваю я, а это римские цифры, то, соответственно, этот вариант не подойдет. Я думаю, причины вам понятны. Итак, я хочу добавить возможность вывода номера «Квартала» римскими цифрами. Давайте добавим еще один аргумент, назовем его, например, «Римские», и тип у него будет boolean. Почему boolean? Это потому что будет признак. Если единичка, значит, мы хотим отобразить результат римскими цифрами. Если нолик, то оставим результат, отображенном в виде привычных нам арабских цифр. Итак, вот мы с вами рассчитали номер «Квартала», а сейчас давайте проверим значение аргумента «Римский». Итак, если у меня значение аргумента «Римский» равно «Истина», равно «Тру», то в этом случае выполним дополнительный расчет. Тогда я должен вызвать функцию рабочего листа «Римский». Это очень полезная возможность Visual Basic for Application, как вызывать рабочие функции листа. Вместо того, чтобы сейчас писать свою функцию по переводу арабских цифр в «Римский», я запишу следующую конструкцию. «Квартал», «Равен», мне сейчас потребуется вот такая конструкция, «Application», «Worksheet Function». С помощью этого объекта я получаю доступ ко всем функциям рабочего листа. Здесь указываю функцию «Роман», ну и в качестве аргумента как раз передадим рассчитанный номер «Квартала». Давайте проверим, как сейчас работает наша функция «Квартал». Итак, «Равно», «Квартал», здесь я указываю дату, ну а здесь я указываю единичку, что да, я хочу указать именно «Римские цифры». Enter, да, и вот теперь здесь, видите, да, номер «Квартала» отображается римскими цифрами. Но я думаю, что вы обратили внимание на то, что в ячейке М2 появилось сообщение об ошибке. Как вы думаете, почему в ячейке М2 появилось сообщение об ошибке при вызове функции «Квартал»? Какие у вас соображения? Если удобно, можете голосом. Аргумент, спасибо, Александр, конечно. Ведь теперь давайте посмотрим на наш код. У нас функция «Квартал» ожидает ввода двух аргументов. Первый аргумент – это дата, для которой рассчитывается квартал. Второй аргумент римский. Он указывает на то, нужно ли нам рассчитывать номер «Квартала» в римских цифрах. Как нам с вами исправить эту ситуацию? Что можно сделать для того, чтобы в ячейке М2 не было сообщения об ошибке? Как бы вы предложили устранить эту проблему? Интересно. Поставить ноль. Отлично, Диана. Спасибо всем, кто сказал поставить аргумент ноль. Это действительно рабочий вариант. Это рабочий вариант. Но давайте с вами, положа руку на сне, скажем, что мы не очень часто используем, наверное, римские цифры в названии «Квартала». Давайте дадим пользователю такую возможность самому решать, что если нужно указать номер «Квартала», да, совершенно верно, Павел, римскими цифрами, он поставит единичку. А если он ничего не указал, то, соответственно, по умолчанию Excel будет считать, что это ноль. Вы наверняка знаете, что в Excel у функции есть обязательные параметры и необязательные параметры. Практически все пользователи наступали на грабб из функции «ВПР», когда забывали указать последний аргумент. Итак, Диана и Павел, спасибо. Действительно, делаем аргумент опциональным. Добавляем квалификатор optional. Римские с булиан. И, соответственно, добавляем значение по умолчанию «Это равно фальшь». То есть, если теперь я не указал второй аргумент, то функция будет считать, что он равен фальшь. Вернемся в приложение. Да, видите, ошибка. Сейчас у меня вот так вот. Ошибки нет. Я указал всего два аргумента, но в то же время у меня ошибок не возникает. Ну что ж, уже хорошо. Давайте с вами тогда добавим еще и третий аргумент, чтобы можно было добавить сокращенное название квартала. Ну и, конечно же, сделать его тоже необязательно. То есть, хочет пользователь указывать, пожалуйста, пусть указывает. Не хочет, пусть не указывает. Итак, добавляем сейчас третий параметр. Итак, optional. Давайте назовем его название. S-string равно пустым кавычкам. И добавим еще одну проверку. Но, кстати, с точки зрения программирования можно вот это вот сравнение с true убрать, потому что это и так подразумевается, что если римский истина, то, соответственно, будет выполняться блок операторей x. Но чтобы было совсем по фэншуи. Итак, если название не равно пустым кавычкам, то в этом случае мы к названию квартала равно квартал добавим с вами пробел, чтобы не было такого некрасивого слитого написания, и наш параметр названия. И закроем блок and if. Артем, это верно, но для того сценария, который я буду смотреть в дальнейшем, нужно писать значение по умолчанию. Потому что, смотрите, я, например, сейчас захочу пропустить второй параметр и указать третий. Если мне указать значение по умолчанию, то будет идти ошибка. Так что в данном случае это важно. Когда у вас есть два опциональных параметра, нужно писать значение по умолчанию. Итак, проверяем сценарий работы. Так, равно. Так, малдийский язык. Квартал. Итак, вот у меня соответственно. А может, давайте введем аргументы через окно ввода аргумента функции. Так, функция квартал. Дата. Ячейки B2. Римские я пропускаю. А название я напишу, например, КВ. Вот так вот. Действительно. Можно же использовать и окно ввода функции через диалог. Нажимаем ОК. Да, вот у меня получился третий квартал. Можно здесь поставить, например, единичку. Вот будет красиво так римскими цифрами все заполнено. Так, ну что, полдела уже сделано. Функция готова. Можно ее использовать. И вот мы сделали книгу. Сказали, дорогой пользователь, в книге есть функция квартал. Пользователь говорит, хорошо. И потом думает, а как же бы мне вызвать функцию квартал? Давайте поможем пользователю действительно вызвать эту функцию. Не все могут сразу нажать на клавиатуре знак равно и вспомнить название функции. Поэтому мы с вами можем перейти во вкладку формулы и дать команду вставить функцию. Так как эта функция была создана пользователем, то она находится в категории, определенные пользователем. И называется квартал. Вот эта функция. Видите, идет сразу же сигнатура функции. Сделаем, сделаем, Артем, обязательно. Итак, мы указали название функции, ее аргументы, дата, римский и название. Нажимаем ОК. И действительно, теперь можно переходить к вводам аргументов этой функции. Пусть будет единичка. Их называем, например, тоже пусть будет у нас квартал. Нажимаем ОК. Да. А, ну здесь второй квартал. Отлично, да? Итак, функция готова. Пользователь может ее использовать как при вводе из клавиатуры, так и через библиотеку функций. В библиотеке функций, как я еще раз говорю, она находится, давайте встану в пустую ячейку, находится в категории определенные пользователи. Но, наверное, практически все из вас согласны с тем, что данная функция, место все-таки немного в другой категории, да? Как вы считаете, в какой категории должна быть расположена эта функция? Чтобы интуитивно пользователь была понятна, где же ее найти. Если пользователь привык работать, да, совершенно верно, Диана. Было бы логично, если пользователь зашел в дату и время, и здесь бы его ждала функция квартал. Давайте с вами решим и эту задачу. Тем более Артем нам уже практически подсказал решение, что нужно использовать специальную команду Excel. Итак, возвращаясь сейчас в редактор, модуль 2. Итак, вот здесь уже такая написана функция, точнее процедура describe function квартал. С помощью такого кода можно сделать красивое описание самой функции, всех ее аргументов и разместить в нужной категории. Итак, я указываю имя функции квартал, короткое описание, порядковый номер, печаточек квартала, указываю код категории, да, у даты и времени код категории, это двойка. Вот, у меня даже, по-моему, в презентации, а нет, я не вставил. Вот, но есть как бы в интернете описание, какой категории, какой соответствует код. И дальше у меня пошли описания аргументов функции. Вот, дата, единичка, если нужно представить номер квартала римскими цифрами, название, например, кв.квартал или там кв без точки. И дальше как раз используется конструкция macro options. Давай сейчас я нажму на кнопочку run. Вот я запустил макрос. Визуально пока что ничего не произошло. Но теперь посмотрите, во вкладке формулы, да, в группе даты и время появилась функция квартал. Если я задержу указатель мыши на этой функции, да, то встывет подсказка порядковый номер квартала. Смотрим, это как раз и есть то описание, которое было указано в этой процедуре application macro options. То есть наша функция сейчас стала совсем взрослой. Взрослой, давайте вызовем ее. Дата и время, квартал. Видите, дата. Дата, для которой рассчитывается номер квартала. Римский, необязательный параметр. Название, необязательный. Например, кв, квартал или кв без точки. Вот видите, мы с вами сейчас прошли практически все шаги по созданию пользовательских функций. Мы с вами идентифицировали проблему, для решения которой нам понадобилась пользовательская функция. Мы с вами… А, нет, смотрите, Александр, да, мне знаете, что кажется, что это Excel добавляет финальную… Еще точка будет в конце предложения. Смотрите, вот дата и время, квартал. Мне кажется, он добавляет сам кв с точкой. А, вот вы имеете в виду кв с точки или кв? Да, вот эта завершающая точка, вот этого. Мне кажется, что это вот Excel, как этот… Excel ставит точку в конце предложения. А, в коде было бы, да? Давайте проверю. Давайте проверю. Так, сейчас я очищу все картиночки. Отмена. Так, посмотрим. А, ну здесь я переумничал. Давайте еще раз запущу. Проверим, да. Спасибо за внимательность, Александр. Да, так, квартал. А теперь Excel ставит финальную точку. Ну да, тут, наверное, надо как-то изменить описание этого аргумента, чтобы не было такого визуального дублирования. Хорошо. Что бы вы еще с вашей точки зрения… А, отлично, да, спасибо за совет. Давайте действительно кв. Да, запустим. Вызовем даты и время. Квартал. Да, кв или квартал. Да, спасибо, Александр. А, что бы вы еще добавили к возможностям данной функции? Вот чего вам могло бы не хватать. А не хватать бы вам могло следующего. Значит, смотрите, что я сейчас делаю. Я сейчас создам новую книгу, нажму Ctrl-N. В ячейку А1 запишу текущую дату. 30 января. И скажу, а не рассчитать ли мне номер квартала для ячейки А1 с использованием прекрасной функции квартал? Да мы же пользователю отдали этот файл. Он думает, здорово, в Excel появилась новая функция квартал. Он пишет равно, а квартала нет. И пользователи спрашивают нас, почему же в том файле была функция квартал, а в этом файле функция квартал отсутствует. Он даже зайдет во вкладку формулы, даты и время. И тоже, посмотрите, функция… А, ну вот так она стала теперь, да. Она стала так вот криво ссылаться из открытой книги раздач. Но это потому, что она открыта. Если она была бы не открыта, она бы, скорее всего, отсутствовала. Так вот, возникает вопрос, как же нам пользователю передать эту функцию, чтобы он мог комфортно ей пользоваться? Какие будут у вас предложения? Чтобы он мог использовать эту функцию в любом файле Excel без необходимости открывать файл раздачи или что-то еще. Как считаете, интересная задача? Итак, пробуем, да, сейчас мы с вами заняться вопросом распространения нашего программного кода. Вот если вы хотите поделиться своим макросом, а вот, к сожалению, Павел, не будет работать пользовательская функция из личной книги макросов. Да, и в персональной книге тоже она работать не будет. Вот, точно, Диана, да, пользовательские функции распространяются через надстройки. Это особый тип книг Excel, которые не имеют визуального отображения в виде листов, но зато позволяют запускать скрытый в них программный код, например, какие-то функции. И вот из этой книги, давайте мы сейчас сделаем следующее действие, нажму Alt F11. И вот у меня появилась книга 2, и вот у меня, соответственно, есть мой файл раздачи, где в модуле 1 находится как раз функция квартала. Что я сейчас делаю? Я переключился в редактор ВБА, беру вот этот модуль 1 из проекта раздачи и переношу его в проект книга 2. Теперь у меня в книге 2 тоже появилась функция квартала. После этого я книгу 2, нажимаю F12, команду «Сохранить как», и здесь выбираю «Надстройка Excel». Это как раз то, о чем нам сейчас сказала Диана. «Надстройка Excel». Видите, я перешел в специальный каталог, и здесь сейчас назову, например, «Полезные функции» и сохраняю. Вот теперь я сохранил книгу как «Полезные функции». Сейчас можно закрыть Excel. Книгу 2 мы с вами больше сохранять не будем, потому что сохранили как настройки. Закроем еще с вами файл раздачи. Запустим просто сейчас с вами пустой Excel. «Создадим новую книгу». Во вкладке «Раздоработчик» дадим команду «Надстройки Excel». И посмотрите, у меня появилась новая надстройка «Полезные функции». Она появилась в этом списке как раз по той причине, что только что я книгу 2 сохранил как надстройку. «Надстройку». Нажимаю «Окей». Так. Вводим текущую дату. Пишем «Равно». «Квартал». И, соответственно, вот для 30 января у нас с вами получился первый квартал. Вот теперь можно сказать, что практически полный путь мы с вами прошли от идентификации необходимости в создании пользовательской функции, ее разработки, тестирования и распространения в виде надстройки. Ну, как говорится, нет предела совершенства, а таким образом распространенная функция все равно требует, чтобы ее еще отдельным кодом регистрировали библиотеки функций. То есть сейчас с вами во вкладке «Даты и время» функция «Квартал» у нас появилась, да? Ну, отлично, значит, описание сработало. Просто бывают, возникают сложности с тем, чтобы созданная вручную функция, распространенная с помощью надстройки, появилась в библиотеке. Самозапускающийся файл. Вы имеете в виду с надстройкой самозапускающийся файл, Александр? А, зачем? Я бы, если речь идет о какой-то организации, в которой из понятия Active Director, это можно через групповые политики распространить эту надстройку и включить ее пользователям. Вот, если, конечно, это небольшой офис, то там, да, это надо сделать по почте, вот, или как-то еще. Все, соответственно, берем с вами теперь и спокойно используем функцию «Квартал». Вот, как я сказал, пример, вот, соответственно, пользовательская функция, как можно ее применять в своей работе. Вот мы с вами разобрали. Так, книга 1 нам не нужна, и посмотрим мы с вами еще раз на раздач, какие могут быть еще у нас с вами полезные функции в нашей работе. Но, кроме детализации по кварталу, бывает, возникает необходимость детализации по сезону. Например, зима-весна, лето-осень. Уверен, что вы сталкивались или, может быть, видели, как приходится, скажем так, не просто этим пользователям, которым пришлось для каждой даты рассчитать сезон, да? Вот как узнать, например, вот сезон? Вот что декабрь, январь, февраль – это у меня зима, март, апрель, май – это весна. Вот как бы вы решили такую задачу? Если вам сказали, пожалуйста, добавьте детализацию по сезону, что бы вы для этого использовали на стороне Excel. Наверняка у вас были бы такие тяжеловесные формулы. Через функцию «если», через функцию «выбор», да, я даже сказал, я, наверное, через функцию «переключ» можно сделать для пользователей, например, 19-го офиса сезон. Потом можно взять функцию «переключ», вот она, «переключ» и сказать, давайте, можно, можно, красивая, кстати, а еще красивее будет таблица, Юлия, если я правильно вас прочитал, это название. Соответственно, смотрите, Юлия, это будет красивее сделать не через VLOOKUP, а просто через LOOKUP, потому что LOOKUP в качестве аргумента может принимать массив. То есть нам не понадобится где-то хранить в Excel справочную таблицу, мы с вами просто используем функцию массива таких вот примерно вот конструкций. Вот, здесь напишем январь, январь, потом январь 1, февраль 2 и так далее, и так далее. То есть это более красивый сценарий использования, соответственно, функции просто LOOKUP. А в русской версии называется просмотр. Ну, тем не менее, если у меня есть Excel 19, я беру функцию «переключ» и говорю, пожалуйста, рассчитайте мне номер месяца от чего-то там, вот, номер месяца от ячейки B2. Есть, соответственно, это единичка, то это у меня зима. Второй месяц это у меня будет тоже зима, третий месяц это у меня будет весна и четвертый месяц будет весна, пятый месяц весна, шестой месяц у меня будет лето, седьмой месяц будет лето, восьмой месяц будет лето, девятый месяц будет осень, десятый месяц будет осень, одиннадцатый месяц будет осень и двенадцатый месяц будет зима. Ну, как-то вот так, да. Нажимаем «Ок» и вот мы с вами рассчитали, да, что 1 июля это было лето. Ну, можно скопировать и получить вот такую вот тяжелую достаточно конструкцию. Ну, как нам правильно подсказал Александр, можно написать пользовательскую функцию «Квартал», давайте я для примера оставлю вот одно выражение, вот, извините, пользовательскую функцию, которая будет называться «Сезон», которая как раз по указанной дате и будет мне рассчитывать необходимые параметры. Итак, пишу «Фанкшн», «Сезон», ну, давайте здесь тоже напишу «Дата», «Date». Так, ну, и здесь сразу же пишем «Селект кейс» по номеру месяца для указанной даты. «Селект кейс» и здесь начинаем проверять, что если у меня месяц 12, 1 или 2, то, соответственно, сезон будет у меня зима. Если у меня месяц идет с 3-го до 5-го, то сезон у меня будет уже весна. Так, если я иду, соответственно, 6 различных вариантов, 7-8, то это у меня будет лето. И кейс, соответственно, 9-11 будет у меня осень. Медослушатели спрашивают, почему мы здесь не пишем «else», но потому что не может быть «else», функция «month» возвращает значение в диапазоне от 1 до 12. Кейс «else» в данном случае будет уже избыточным. Осень. Отлично. Проверяем. Так, равно. Функция называется с вами «сезон» и указывается на с вами дату. Да, весна. Посмотрите, насколько более стала лаконична наша запись, да, и конечному пользователю, который вот не владеет, функция «переключ», может быть, у него нету 2019-го Excel, ну, или функция «выбор», или вот как Юля предложила справочную таблицу в Lookup, или Power Query даже здорово, можно тоже задействовать, скажем так, да. Вот, опять же, не у всех пользователей есть тот же самый, например, Power Query. Например, он работает в 10-м Excel, да, и Power Query задействовать не может. Вот. Ну, соответственно, подобным же образом, смотрите, да, можно функцию теперь взять «сезон» и перенести ее, вот, скопировать здесь, перенести ее в модуль 1 надстройки, оп, и нажать на клавишу «сохранить». Все, теперь наша функция «сезон» тоже доступна глобально. Давайте проверим. Так, раздачу сохранили. Новая книга. Вводим дату. И здесь давайте рассчитаем, например, «сезон». Да, вот из функции «сезон» для указанной даты возвращается значение «зима». Ну, я думаю, что с помощью Application Map Option вы можете добавить необходимое пояснение к этой функции, если будет необходимость. То есть все мы сейчас с вами рассматриваем, да, сценарий пользы функции Excel, которую мы изучаем на курсе Excel 4 и Excel 5. Он действительно будет такие практические задания, что хотелось бы взять и получить эти значения. Так, что у меня тут у нас с вами есть еще 10 минут. Так. Ну, конечно же, курс доллара. Куда без курса доллара, да? И Power Query можно курс доллара получить. И даже можно использовать формулы, например, для работы с интернетом, веб-служба и фильтр XML. С помощью вот этих двух функций можно получить уже значение курса доллара. Вот, потому что знаем, что на сайте Центрального банка есть как раз специальные ресурсы, которые позволяют в виде веб-сервиса обращаться, соответственно, к ресурсам Центрального банка, и веб-сервис возвращает значение нам курса на указанную дату. Как-то не быстро открывается браузер, а быстро. А, ну это Яндекс, понятно. Сейчас Яндекс откроется, откроется, откроется. Давайте закроем другие вкладки. Итак, заходим на сайт Центрального банка, смотрим, какие же здесь есть веб-сервисы. И мне вот нравится вот этот вот веб-сервис, который возвращает динамику котировок курсов доллара. Почему мне нравится этот веб-сервис? Потому что, смотрите, я могу указать диапазон, где начальная дата будет совпадать с конечной датой, и тогда ответ веб-сервиса будет достаточно короткий. Итак, например, с 19 января 2021 года по ту же самую дату. Вот сюда сейчас я эту дату скопирую. И нажму Enter. Вот видите, какой короткий ответ. И с точки зрения нагрузки на трафик и все остальное. Ку-ку-ку словарей коллекции. Ну, на Docs, Microsoft.com, я думаю, спрашивают меня слушатели про подробные словари коллекции. Ну, или приходите, про коллекцию мы точно говорим на наших курсах. Вот, словари не рассматриваем. Вот, я думаю, на Docs, Microsoft.com посмотрите, сможете найти. Если нет, пишите, я вам посодействую. Итак, кто знает, что это за представление данных вот такое вот, что можно скрывать, раскрывать, такие вот блоки структурные. Кто-то сталкивался с таким уже форматом данных. Это структурное представление данных называется XML. Да, и, соответственно, вот веб-серва Центрального банка представляет информацию вот в таком виде. Вот, наша задача сформировать вот такой вот запрос, вот такую вот строчку. раз, получить ответ, и в этом ответе открыть узел WellCourse, потом открыть узел Record, открыть свойство Value и вернуть вот это значение. И, оказывается, такую задачу можно тоже решить с помощью пользовательской функции VBA. Вернемся в Excel. Но есть одна небольшая проблема. Excel Visual Basic Replication понятия не имеет, как открыть веб-сервис, как прочитать XML, как извлечь из XML какое-то значение. Что же делать? Оказывается, есть специальный компонент, который называется Microsoft XML, который как раз и позволяет решать подобные задачи. Это внешний компонент, он подключается через ранние связывания. Мы как раз его изучаем, по-моему, в модуле 3, Excel 5. Говорим про ранние связывания. То есть мы расширяем возможности Excel функционалом внешних компонентов. И тогда наш с вами код станет более, скажем, таким уже рабочим, который мы сможем записать. Итак, пишем с вами сейчас процедуру под названием, например, курс. Итак, мне понадобится объект для доступа, собственно говоря, к веб-сайту. Назову его XML. И вот называется он такой дом документ 60. Ну и какая-то понадобится мне строка, по которой я, собственно говоря, и буду скачивать информацию с ресурсов Центрального банка. Вот, инициализируем этот объект. Про объект мы тоже говорим на наших курсах. New, дом документ. Как раз сегодня, да, было у меня второе занятие по уровню Excel 4. Дом документ. А в STR URL мы с вами как раз и запишем вот эту вот ссылку, по которой мы с вами обращались к сайту Центрального банка. Так, только в кавычках. Отлично. Что нам осталось? Нам осталось отключить асинхронную загрузку. Она нам не нужна. Пишем фальшь. И, собственно говоря, можно теперь выполнить проверку, что загрузка прошла успешно. Вдруг по каким-то причинам сеть не работает или еще какие-то сложности возникли. Поэтому проверяем, что загрузка по данному адресу прошла успешно. А если не успешно, то мы просто выйдем из приложения. Даем exit sub. Из процедуры, конечно. Все готово. Давайте мы с вами сейчас объявим переменную. Dollar rate тип double, в котором мы будем хранить как раз рассчитанное значение курса доллара. Итак, как мне получить значение курса доллара? Я должен в XML-файле пройти по пути val.curse.record.value. Вот ровно это же самое мы сейчас с вами и записываем в команде на VBA. Итак, я хочу, чтобы мой объект общий XML выбрал мне следующий одиночный узел. Итак, две косых черты, соответственно, val.curse, две косых черты record, косая черта value. Итак, мне вернется объект, меня будет интересовать слово текст. Ну и теперь пишем message box, dollar rate. Вот интересно, что у нас с вами сейчас получится в этой процедуре. Итак, запускаем. 73.97.35. Я считаю, отлично. Ровно то же самое, что и было на сайте Центрального банка. Вот мы с вами получили значение курса доллара. Ну, нам теперь потребуется определенного рода параметризация. Правильно? Давайте с вами добавим здесь параметр, для которого мы хотим рассчитывать. Например, dt-date, s-date. И здесь мы тогда сейчас с вами применим, например, ну давайте, динамическое формирование строки. То есть здесь вместо вот строго прописанной даты я буду писать dt-date. Вот это я уберу, оставлю вот так вот, раз. И здесь тоже уберу лишнее. И вот это я оставлю. Вот у нас с вами получилась процедура. Ну давайте, например, перейдем в отладчик. Есть такой компонент в редакторе. И попрошу, соответственно, напечатать значение курса. Ну какая у нас там была дата? 19 января, да? По-моему, давайте в кавычках. 19-е, 1-е, 2021-е. Интересно, что сейчас у меня появится. А, даже не принт, я вызываю. У меня же там message box. Так, курс, да. Вот мы с вами параметризовали успешно. Ну и теперь все, что с вами осталось, это поменять процедуру на функцию. Мы с вами, тема так называется, функция на VBA. Поэтому меняем здесь sub на function. Вот здесь мы, соответственно, пишем, что курс у меня равен доллар rate. Ну и, в принципе, все. Давайте попробуем. Итак, равно. Вот моя функция курс. И вот дата. Ну вот уже лучше. Вот можно за несколько дней попробовать просчитать курс. Вот за 24-й не работает. Ну, за некоторые дни не рассчитывается, да? Требуется доработать немного программу, чтобы если, например, на 25 января курса доллара нет по причине выходной день, чтобы она брала курс за предыдущую дату. Ну вот, собственно, мы с вами рассмотрели те практические сценарии, которые говорят о том, что польские функции на VBA – это полезный инструментарий, да, позволяет решать интересные задачи. Функцию курс можно также добавить к ней описание, можно также растиражировать и распространить в своей там организации или поделиться с кем-то из друзей. Если есть какие-то вопросы у вас по теме выступления, буду рад их выслушать. Можете сейчас задать. Если хотите, можете потом мне написать. Давайте еще раз вам покажу слайд с адресом электронной почты. Если вдруг хотите обратиться, пожалуйста, пишите. Рад, буду вам помочь. Вот такие вот и более сложные задачи, я уверен, вы научитесь решать, если пройдете вот курсы Excel 4, Excel 5 и отдельный курс «Практикум создания макросов», где мы решаем интересную практическую задачу. Строим сводную таблицу ручную, строим кэш, отправляем файлы по электронной почте, задействуем аутлук, задействуем рекордсеты и так далее. В общем, достаточно насыщенная программа. И вот ближайшее расписание курсов. 22 февраля как раз стартует уровень 4, встык в марте уровень 5, и после него идет практика. Соответственно, вы можете последовательно пройти обучение по всему треку, который называется «ВБА-программист». Ну, я рад, что вам понравилась тема сегодняшнего доклада, мое выступление, само содержание. Вот, поэтому на этом, я думаю, мы с вами будем завершать сегодняшний вебинар. Рад, что было полезно. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите. Если будет интерес продолжить обучение, у нас есть что-то для себя полезное. С радостью увижу вас на своих занятиях. Все это, всего доброго, вам спасибо за внимание и до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.